Правильное питание, залог здоровья, хорошего тела, успешной жизни. Когда много кушаешь, силы теряются. Стараюсь, да? Как это происходит? Гробное питание или как? Нет, потому что серый хлеб, молоко, кисломолочные продукты, сыр. Все я все пью, всеядный. А на фигуре не отображается? Вообще никак. Я врач, проработала много лет. Стараюсь, конечно, стараемся покупать. У вас шоколадки там? Ну, мы вот для кошечки кое-что я взяла, а шоколад для внучат. Как бы стараемся питаться правильно. По мере возможности, конечно. Как на что гораздо. А так овощи, конечно, всегда. Помидоры, огурцы, как бы, дети. Стараешься прививать здоровое питание. А фастфуд? Ну, фастфуд он есть. Это, да, как бы, ребенок хочет фастфуд. Как ребенку откажешь, например. Как вы соблюдаете правильное питание? Ну, я мясо не ем. А еще? Ну, как еще? Ну, смотрю, чтобы поменьше консервантов было. Говорят, в мясе много белка или холестерина. Стараюсь, да. Что для этого делать? Ну, смотрю, в интернете консультируюсь со специалистами, с нутрициологами, как правильно питаться. Ну, то есть, меньше жареного, овощи, фрукты, мясо, свежее, нежирное. Ну, в основном. Да, стараемся. Стараемся? Да. Что для этого делать? Питаетесь там два раза в день? Три раза в день. Нет, я бы стараюсь покупать продукты более. Ну, питаться три раза в день, как получается, с работой, с детьми. Ну, как правильно. Как можно, по мере возможности. Следите за тем, чтобы там поменьше мучного или сладкого? А, нет, у меня таких проблем не стоит, поэтому... Ну, конечно, стараюсь максимально. И фрукты, чтобы были, и овощи, и каши, белковая пища. То есть, внимательно следите? Ну, не внимательно, но по мере возможности. Конечно, стараюсь, чтобы питание было сбалансировано, чтобы поступали и минералы, и витамины. Конечно, сладкое стараемся поменьше кушать. Задимся сладкое, кушаем мед. Поменьше чипсов, газировки, всякое такое. С каких пор вы начали об этом задумываться? Где-то после сорока. А сейчас вам сколько? Сорокосед. Масло, которое, допустим, ниже 82,5%. Вот эти вот масла с этими... Да, кажется. Теперь вот эти вот даже некоторые фрукты, я вам честно скажу, особенно импортные. Газировку, например, соки, которые содержат много красителей, например, яблочные, еще более-менее, например. Либо если покупаешь там что-нибудь фруктовое, слишком его поставишь, если он отстоит там, то мы его не пьем, например. Сахар. В принципе, шоколад. Ну, все, что сладкое, мочное. Либо булочные вот эти изделия. Даже цельнозерный. Ну, сам делаю. В основном, ну, копченая. То есть, готовые полуфабрикаты, стараюсь меньше. Ну, немножко бывает, но меньше. Я сейчас вот к Новому году только. Рыба сильно подорожала, такая хорошая, которую хочется на Новый год поставить на стол. А только из-за цены в основном, да, отказывается? Ну, да, конечно, конечно. Потому что цену подняли очень хорошо. Жиры, особенно животного происхождения. Вот такие вот продукты. Детям можно в школе это вот говорить про правильное питание, можно какой-то вот предмет открыть. Профилактика это должна быть. Должна быть реклама. Реклама на входе. Реклама, ну, по радио. Мы же ездим все в машинах. Ну, надо постепенно, наверное, это начинать. Сразу все это будет тяжело. Постепенно просто вводить хотя бы что-то. Это государственная программа должна проходить. Так же, как он кредиты на всех подписывает, так же и должно ежедневно везде это все дело звучать и звучать и звучать. Дет надо прививать, с моей точки зрения. Это надо еще в школе объяснять детям, что нужно питаться правильно, что здоровье сейчас есть, а в будущем его может не быть. Может быть, надо как бы, как на сигаретах делают фотографии страшные. Может быть, ну, не на еде, но хотя бы почаще показывать, какие могут быть последствия. Доступность хотя бы вот это. Вот хотелось бы огурцы, помидоры купить, сделать салат. Это же тоже полезная как бы пища, легкая для организма. А попробуйте, вот цена, посмотрите. Вы же видите, какие цены. Продолжение следует...